Во втором порядке 10 штук таких диаграмм, просто так, как бы из головы сообразил, как должны выглядеть во втором порядке диаграммы, связанные, то есть все элементы диаграмм привязаны к начальной и конечной точке внешней, альфа и штрих. Ну и вот дальше надо, глядя на эти рисунки, как-то сформулировать правила описания этих диаграмм. Но для того, чтобы понять, как вот эта диаграмма, следующий так пункт построения, после того, как мы расставили всякие инфекции, надо понять, как это будет получаться из аналитического выражения, соответствует аналитическому выражению. Все вот эти 10 диаграмм получались и от того, что мы взяли, вовремя усомнение по синдрому состоянию всех операторов, которые стояли во втором порядке, вовремя обмущениях. Вот эти 4 операторов, относящиеся к внешним франшумам. Затем эти 4 операторов, относящиеся к обеспечениям взаимодействия. И еще 4 операторов, относящиеся ко второму обеспечениям взаимодействия. Интегралы я пока не выписываю, нам надо забраться с порядком спары. Так, как эти 4 операторы меняются поиск пары. Это шибко подлинное выражение из сети от иванов. Вот надо забраться, как их спарить, связки усыновить. Вот тут можно наметить разные пути спаривания, но вот ясно, что... Вот давайте, глядя на этот рисунок, мы видим, что мы должны спарить исходную точку Х с точкой Х1. Значит, у нас должна быть такая связка Т, в числе урочек, там много членов, я их не пишу, но один из вариантов. Вот, поэтому, отвечающий этому рисунку, точку альфа Х, нужно сбавиться Х1. Так, поэтому должна предстоять такая вещь. Так, дальше Х1. 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 Должно соединяться. Так, Х3. Х3. Вот. Функция Грина. Значит, пишите Т. Дальше идем по этой линии. Начальная точка Х3 должна связаться с Х4. Значит, должна быть вот такая связанная. Дальше. Дальше. Удивительно. Продолжаем. Х4. Стартуем из него. Приходим в Х2. Для этого у нас должна быть вот такая связанка. Хорошо. Хорошо. Городка. А. Вот. Вот. Хорошо. Выдивительно. Городка. И. Ну и, наконец, завершаем наше отстранствие последнее вот это участок. Из x, x2, даем штрих. x, штрих. Вот. Дальше. Мы смотрим теперь на то, каким образом надо все эти переставить. Считаем число перестановок, чтобы для того, чтобы порядки расставить все эти проценты. Ну и, оказывается, если посоображать число перестановок, то здесь будет плюс. Четное число надо сделать в перестановок, в этих операторах, чтобы расположить их вот именно в таком порядке. Ну, теперь смотрим, какие-то другие диаграммы написали, смотрим вот на эту диаграмму. Ну, тоже. И, конечно, легко сопроводить. Идем из этой точки до этой точки. Дальше от x1 до x3. Нашли. Так. Дальше. Смотрим. Здесь, вверху, вот в этой замкнутой петле. Одна функция галерина выходит из x2, получается в x4. И, значит, есть вот такой спарминг. А потом из x4 выходит, приходит в x2. Значит, вот такое еще. Ну, и, наконец, вот я вот этот хвостовой. Галерина выходит из x3. Значит, вот мы расставили в нужном порядке. Опять-таки, начинаем считать все возможные перестановки, просчитываем. Оказывается, что здесь будет минус. Минус, чтобы вот это переставить рядышком пределе оператора, умная ответственность вставляется под минус. Ну, а дальше мы вспоминаем, что каждое соответствующее Т-спарминг в таких операторах, это есть мимая единица на любую функцию галерина. Поэтому продолжаем нашу цепочку равенств. Опять там какие-то члены, которые я не выписываю. Ну, и, соответственно, от первого получается и в пятой степени в немая единица g0 альфа гамма 1 x минус x1 g0 гамма 1 гамма 3 x1 минус x3 гамма 2 x4 g0 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 g3 g3 g2 g3 g2 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 Почтем знак минус и в пятой степени минус низа. Ну и выписываем в итоге еще циклотики. Анима 1, минус 1, G0. Просто глядите на эти скобочки. В лоб записываете выражение. Так, еще 10. Так, что на хрустье? Грамма 3. Это x3. И x3. Вот, значит, мы разобрались, как написать результат спаривания вот этого среднего. Ну и теперь, фактически остается выписать как выглядит поправка второго порядка, как вот эти два члена выглядят в поправке второго порядка. Давайте, значит, я это рассчитываю. В поправках функции Грина во втором порядке. Она у нас будет состоять из десяти членов. Я вам напишу только два слагания вот, отвечающие вот этим диаграммам. поправка второго порядка. Так, ну вот, поправка, отвечающая у нас. Эта диаграмма у нас была в том, что мы можем назвать на знаку g. Фактически, отвечающая диаграммами си. Значит, если потом там подставить вот эти результаты соединения под интеграл, учесть там, значит, соответствующие коэффициенты наложения, то результат будет так. Минус. d d 4x1 d 4x4 и выписываю вот этот ряд функций Грина. но там еще у нас есть взаимодействие. взаимодействие взаимодействие между точками x1 и x2 и взаимодействие между точками x2 и x4. Вот этот вклад, отвечающий диаграмме d. ну и взаимодействие ну и взаимодействие включающие вот этой диаграмме d. он выглядит так. опять-таки интегрирование по всем четырех внутренним точкам. опять-таки вот эта цепочка функций Грина. это occupation и ра и обладать в 3 в И опять два взаимодействия. И опять два взаимодействия. То тогда можно сформулировать правила записи поправок для случая двухчастичного взаимодействия. Сформулируем правила записи поправок функции Грейна в случае двухчастичного взаимодействия для координатного пространства. Ну давайте введем эти определения. Вот эти точки пересечения линий, когда там входят точки, подсоединяются две сплошные, одна пунктируемая, одна волнистая, называются вершинами. Значит, n-ный порядок под взаимодействием имеет, сколько у нас, 2n внутренних вершин. Решины диаграммы. Тогда, чтобы вычислить поправку n-ного порядка для функции Грейна, значит, надо выполнить следующее действие. Первое. В координатном пространстве, в координатном пространстве, изобразить все топологически неэквивалентные диаграммы. с 2n-вершинами, координатным пространством, изобразить все топологически неэквивалентные диаграммы с 2n-вершинами и двумя внешними концами. При этом, в каждой вершине, сходятся две сплошные линии, одна волнистая. В каждой вершине сходятся две сплошные линии, одна волнистая. Дальше. В каждой сплошной линии сопоставляется функция Грейна, которая это и g0. x1, гамма-1, точка выхода, точка выхода, гамма-2, x2, точка входа. В каждой сплошной линии сопоставляется функция Грейна, умноженная на разницу. В каждой волнистой линии надо сопоставить взаимодействие. Волнистая линия сопоставляется 1, c, b и c, правильно? Ну, значит, это у нас и потенциал взаимодействия в координатном пространстве, умноженная на разницу. В этом моменте. Третье. Значит, четвертый пункт. По координатам всех внутренних точек проводится интегрирование по непрерывным переменам. Четвертый пункт. Соответственно, dr1, dt. По координатам всех внутренних точек проводится четвертый пункт. Дегрирование. И суммирование по спиновым переменам. Суммирование по спиновым переменам. Напоминаю, что здесь я не пишу для суммы. В явном виде просто повторяющийся индекс, скажем, гамма-совый 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 гамма. Так, первое. Выважение умножается на такую величину. Минус i. Вот результат такой. Поставляем все это. Такое, такое, такое. Дополнительно умножается на минус i на минус единица степени f. f число замкнутых петель из сплошных линий на диаграмме. Число замкнутых линий из сплошных линий на диаграмме. Вот я нарисовал здесь у вас две диаграммы. Вот на этой диаграмме нет никаких запускных петель из сплошных линий. А вот на этой диаграмме есть. Значит, соответственно, когда бы я нарисовал диаграмму, надо минус единица в степени 1. Поэтому, значит, в результате вот диаграмма a и e, то есть d и e, они отличаются знаками. Вот скажем так, по ходу дела я нарисовал диаграмму вот такого типа. Вот это содержит две замкнутые петли. Значит, было бы минус единица в степени 2. или вот такая диаграмма была. Минус единица в степени 1. Ну и, наконец, есть некая особая ситуация, вот связанная с вот этими идиаграммами, содержащими головастики, где встречается в выражении функции эгорина такого вида. гамма 1 гамма 1 гамма 1 х1 минус единица 1. Просто смотрите, вот, ну ладно, значит, подробуйте эту точку х1 гамма 1. Функция эгорина выходит туда, и вот эта точка приходит. То есть это функция эгорина гамма 1 гамма 1, вот, как ее надо понимать, когда эта часть какая-то уже вернена. Так, значит, такой функции эгорина надо понимать следующим образом. Ее надо понимать, как реализация продельного перехода, как реализация продельного перехода и то пусть я р Gru grosso гамма мум поведите заvoset0. Ее надо понимать, что как реализация продельного hinner, это рекамма 1 гамма. Плюс какая-то бабочка E. Эпсинум стр solderнится к нулю. Екап координат на кр legends bil flashing involvement. Вот если, значит, выполнить такой предельный переход и расписать фонус льдамина, что такое? Это будет, знаете, в результате минус i. А это что такое? Это плотность электронов в точке r1. Плотность электронов в точке r1, ну, суммированная где-то направлений спина. То есть здесь, учитывая плотность электронов, надо так, где-то одного направления спина, как и другого направления. Поскольку это здесь у нас всё пока из нулевой функции грина, то это плотность электронов в случае отсутствия взаимодействия. Ну, вот я эти правила сформулировал, и вы можете, так сказать, взять на досуге вот эти диаграммы d и d, поставить, и всё, соответственно, переносит, вы увидите, что этот результат как раз и получится, который я вам здесь написал. Обычно, когда решают задачи с отсутствием эффектов в бесконечном пространстве, то намного удобнее вводить в выпускном представлении, а потом, если надо есть функцию грина в координатном пространстве, перейти, наоборот, с помощью программы образования в координаты и пространственное время. Поэтому давайте, значит, рассмотрим, как выглядят диаграммы для функции грина в частичном взаимодействии с пространством и импульсом. Ну, я напомню, что у нас, значит, сейчас функция грина, полная, 0 и яito в собой... Имеет такую вид. Нулевая функция грина, первый еще Saturday, из содержащего неудочек поправок про взаимодействие. Так. Поправки первого порядка. Отправки второго порядка по взаимодействию, ну и так далее. Отправки третьего, четвертого до бесконечности. Надо вот этот ряд, каждый член этого ряда возложить в ряд слоу Е, и тогда мы приведем к импульсному гостевресию. Ну, нулевая скучная глина какая-то, скажем, данная глина, 2, 31, 9, 32, возлагается в ряд слоу Е, в ряд слоу Е, четырехмерный импульс, то есть пространственный импульс, пускай, энергия. Так, взаимодействие тоже раскладывается в ряд слоу Е. Ну, допустим, здесь четырехмерный импульс, значит, В, 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 В. Где, значит, В, еще раз подчеркиваю, у нас пространственный импульс и энергия, ну, обозначен так. Ну, допустим, В, 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 В. Скалярное произведение, то есть двух величин, В, 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 В. Для чего это нам надо? Дело в том, что мы знаем, как выглядят вот эти нулевые функции Грина, как в выручном представлении, так сказать, кирпичики, из которых мы строим диаграмму. Я напомню, что мы такую задачу повышали. Я вычислял одноэлектронную функцию Грина для деграмменизивающих частиц выпусного представления. Значит, у нас было показано, что если нет магнитных формей и магнитного порядка, то вот эта функция имеет такой вид, она диагональна по спиновым индексам и то, что она записывается так. В знаменателе стоит мнимая добавка, которая либо имеет знак минус, либо плюс, плюс, ну, в зависимости от соотношения импульса, отношения к импульсу Феррии. А ε0p – это кинетическая энергия, если взаимодействующая частица p² на 2m минус химпотенциал, который, по минулетью импульсу, как известно, связан с энергией феррии. Такое выражение у нас есть. Ну и чтобы поглядеть, как говорится, в импульсном представлении, давайте-ка поглядим диаграммки первого порядка. Я рисовал здесь диаграмм второго порядка, я рисовал две диаграммки первого порядка в координатном представлении, вот эти подкладки. Сейчас я напишу их в координатном представлении, результат прошлой версии. И, соответственно, для них так выглядит импульсное представление для них диаграммок. Вот была диаграммка такая одна, с головатиком. Приходим из точки альфа-х, приходим в точку грамма-1х1, взаимодействие, ну и здесь грамма-2, 1, 2, здесь b, c, 4. Вот эту диаграммку я обозначал буквой А, и диаграммка вот такого вида. Это диаграммы первого порядка, потому что они содержат одну волнистую линию, а волнистая линия — это взаимодействие. Ну вот, давайте напишем аналитическое выражение для диаграммки b. Вот, покраска первого порядка, диаграммки b, вот так обозначим, альфа-х, и x, и x, и x, и x. Так, ну, давайте-ка напишем, пользуясь нашими правилами. Так. Слышу результаты, потом начать перейти на пункт, на пункт, на пункт. Пункт. Так. Значит, плаваем на первое. Вернее, там, может быть, второе. В каждой сплошной линии мы сопоставляем и функцию глины. Значит, сколько сплошных линий? Три. Значит, как пункт и будет хуже. Волнистые линии мы сопоставляем минус и, а? Для моей измерения. Конечный результат умножаем на минус и, на минус единица, содержащая число запуток петель. Запуток петель у нас сколько? Без сплошных линий, ноль. Для диагноза петель у нас сколько получается? Так. Иф-кункты. На иф-клодаватель просто 1. Вот. У меня этот коэффициент 3 записался. Теперь надо просто взять вот это выражение. В этом выражении каждый член разложить в порядку е. Ну и, значит, давайте учтем, что у нас, вот когда мы будем писать нулевые функции глины, у нас будут возникать такие длинные символы. Поглядим. Здесь вот от этой функции глина будет дельта, альта, гамма 1, от этой дельта, гамма 1, гамма 2, от этой гамма 2, гамма 2. Значит, повторяю, что повторяющийся ифрик означает суммирование. В результате мы увидим, что когда мы просуммируем по гамма 1, по гамма 2, у нас в итоге останется что? У нас останется вот такая. Это символы альфа-бета. Ну, потому что последовательно. Присуммируем не по гамма 2, гамма 2 заменится на бета, по суммированию по гамма 1, гамма 1 заменится на альфа. Вот и осталось. Так. Если захотим такую штуку проделать, кроме того, ну, естественно, когда мы начинаем вести там интегрирование, ну, скажем, возникает такие после подстановки продолжения, скажем, возникает такой 6, D4, X1, 2, P4. От подстановки вот этих гамм-то-видий, скажем, возникает минус и минус P, отставим в туалет, 2, P4, X1. Это замок. Суверение дает дельта больше. Так, да. А результат подстановки и суммирования будет выглядеть следующим образом. дельта 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 B, аэто-бэто-X, и в трех будет выглядеть так и шуми, и по-межуточной вариант Впечатление. Впечатление. Так будет же 0. Впечатление. Ну и на вере. Впечатление. Впечатление. Ну и это надо видеть, что вот фактически у нас здесь стоит выражение для... Если учесть, что, скажем, попраска... Это попраска первого столярца. Впечатление. Есть. Впечатление. Пет. Фурье О. Высоты попраски диаграмма П. Эль. Размеряя Три, Пет. Впечатление. То вот как вы оставляете два выражения, мы верили, что вы получили попраску первого подрядка, который у нас будет записываться в следующем виде. Мы будем приступать в представлении. Продолжаем. g0 b минус q b q давайте вот этот блок условно выделим что то есть ну и здесь г0 г0 г Мы записали в импульсном представлении поправку, а теперь как она выглядит графически, этот результат. Графически этот результат мы видим, тоже не очень сложно. Значит, это поправка. Мы можем нарисовать в виде графических элементов Терманской диаграмм таким образом П. Входит функция Галина с импульсом П. Входит функция Галина с импульсом П. А вот в этих вершинах соблюдается закон сохранения. Фактически можно представить так, что движется электрон с импульсом П. В некий момент он испускает квант взаимодействия с импульсом П. У него самого становится теперь по минусу, а потом снова поглощается. Ну вот в электродинамике, когда рассчитывает там эффективную массу электронов, за счет взаимодействия. Есть такие процессы, когда летящий электрон испускает фотон, впадает на электрон, а потом снова поглощает фотон виртуально. Ну вот давайте сделаем первый рейх. В по импульсному представлению мы рассмотрели. Теперь, значит, надо немножко подводить по диаграмме типа А, потому что здесь есть некая такая загрозка, связанная с внутренним головастиком, замкнутой петлей. Как выглядит запись, встречающая в координатном пространстве этой поправки? Пишу диаграмму так. Поправка входит в диаграмму типа А. 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 Поправок входит в шагу, на которую я смогу левую. Затем идет вот эта замкнутая петля, когда электронный линия выходит из точки x2, и в эту заточку возвращается. Так, будет потенциалом гриноте действия, если мы видим x2. Знак перед всем этим. Давайте опять-таки рассмотрим. Так, три функции гринна дают i в кубе, взаимодействие дает минус i, дальше дополнительный множитель минус i, на минус единица, число петель. Одна петля. Значит, в результате, если все это учесть, то он может все эти минусы, то это столкнулся. И вот, значит, тут при переходе к импульсному будет вставление, вот это функция. Я напоминаю, что она g0, g2, g2, е2, g2, это плотность частиц, не взаимодействующие. Ну, я вообще в одной лунной системе, значит, она, кажется, не зависит от координат. То есть вот это самое же вооружение можно записать поправку этого же порядка, с учетом вот этого соотношения можно записать так, если подставить вместо вот этой функции грина с нулевым агументом, то это будет просто равняться 0. Подрезок лавом состоится тогда только две функции грины и взаимодействующие. Так, x1, x2. Так вот это вот, какой в кое образ соответствует вот этой группой функции грина, то есть функции грина с любым аргументом. Я, значит, еще раз напоминаю, как мы определяли вот эту функцию грина 2, 2, 2, 3. Это мы определяли как предел x2, x3, r2 стремится к r3, r3 стремится к r2 плюс бесконечный добавок. Маленькая добавочка. Так, давайте в явном виде выпишем, то есть здесь эта функция грина у нас диагональна по спиновым индексам, и так как грина с ней самой повторяется, то, значит, это надо повести суммирование, поэтому давайте вот явное видео пишем гамма 2. так, ну, значит, дальше лимит g0, x2, x3 стремится всеми этими переходами. Что за спуты это члены? Единичка? Единичка, потому что совпадает, а спиновое пространство состоит, значит, как все равно двумерное. Значит, если единичка разумеваем спину пространство, то есть диагональные элементы 2, то это нам двоечка. Так, это нам дает двойку, а вот эту функцию грина, когда она написала, как разность f2 минус x3, можно разложить в ряд по этой разности, а потом после разложения сделать в ней уже предельный переход. Вот, значит, тогда мы будем иметь два двоечка, d4, p1 на 2, 2, 4, g0, p1, подредельный переход надо выполнять в экспоненте. Ну и вот, если сделать такой предельный переход, значит, x2 минус x2, который мы положим спокойно равными, значит, это будет равняться 2, d4, p1 называемый 4, g0 от p1, а от экспонента четырехмёрных показателей останется здесь после предельного перехода, такого e, e. вот, значит, как можно, как выглядит хвоевый образ, вот это и на любой функции грина, его можно представить в таком виде. Поэтому, соответственно, если мы возьмём вот эти два варианта, два варианта записи, то мы можем представить так, в результате наших вычислений. Фурие опыта диаграмм Тикар, он будет задержать вот этот член. Либо, может быть, в таком варианте. Либо, может быть, в таком варианте. В таком варианте. Вот этот вариант, он соответствует фольер-образу вот этой записи. А если брать вот это выражение, дело чему в фольер-образу, то это придет в фольер-образу. Значит, вот этот вариант записи, он соответствует вот такому изображению, как выглядит графически, округлились графически. Идет функция говидина, вот, напоказая, как выглядит координатная, а на волне стоит зимний, стоит нулевая передача, то есть потенциал взаимодействия взятой. При энергии равномерно, фольер-образу приходится, отвечающая на левому иммульсу, на левой энергии. Ну и можно теперь сформулировать правила диаграммной записи поправок в импульсном пространстве. Правила диаграммной записи поправок в импульсном пространстве. Страшная сумрачность, редко сохнет, туалет, видимо, на ремонт закрыть еще. Дальше, в этот дворец, лет пять лет назад, проблема была за ЭМИ. То есть в баннике мужского двореца всегда толпилась огромная куча девиц психологического пульсета. Вы же всегда подогоняли, вы говорили, девушки, чего вы лезете, вам же мальчики не лезут, так сказать. Важенские тоже. Ну там заходишь, человек ездит, а я отходил с парнями. У них на психологическом пульсе этих парней нет, видимо их все равно развлекают. А сейчас в последний класс, никто не думает их взять, что они переменились. В университете пять лет назад еще пулили вы здесь первым? Ой, там было, не пройдешь. Ну вот, первая комнатка, так сказать, пенсуарная. Вы все поймете. Что вы мне сейчас на пулилище? Как будто вообще придется уходить в лес партизаны. Я там в молодости только студент, в университетские годы поговорил полгода так, что обхожусь без этого, но мне как не читать его. Думу принимают абсолютно пиратские законы. Значит, человек, если сидит отдельно в кабинете на рабочем линии, то кому он там мешает? Ну ладно, давайте. Правила диаграммной техники вы будете там разбрасывать. Значит, первое, значит, две внешние сплошные линии, две внешние сплошные линии имеют одинаковый импульс П. Две внешние сплошные линии имеют одинаковый импульс П. Смотрите, натурил эту диаграмму. Внутренним линиям предписывается такой четырехмерный импульс, чтобы в вершине выполнялся закон сохранения импульса. Внутренним сплошным линиям выписываются такие импульсы, чтобы в каждой вершине выполнялся закон сохранения импульса. Внешние линии П, а на внутренних вершинах должно выполняться закон сохранения. Второе. Значит, в каждой сплошной линии сопоставляется и G0. Ну, соответственно, там спинного импульса это отдельная вещь. Вот такое выражение Амега минус П плюс Синь П плюс П. Или это то же самое, поскольку вот эта знаковая функция разницы импульсов совпадает просто со знаком Псилоноль П. переменный знак. Спасибо. Так. Значит, второе правило сформулировали. Третье правило. Каждой полнистой линии подписывается минус И, В, Ку. Ну и когда проделаешь форьер-прообразование, из-за того, что там стояла тельта-функция Т1 минус Т2, форьер-образ в ергетическом образовании просто единица. Поэтому, значит, это выражение минус И, минус И, минус И, минус И, В, Ку. Так, дальше. По независимым внутренним вершинам проводится четырехмерное импульсное интегрирование. По независимым внутренним вершинам проводится четырехмерное интегрирование. А по спинновым индексам суммирование, ну это там же, как и раньше, общий дополнительный множитель, тоже самое, общий дополнительный множитель. Общий дополнительный множитель. Минус И на минус единица F. F число замкнутых петель. Ну и последний комментарий, связанный с вот этим головой, с замкнутой петлей. Замкнутые петли с одной вершиной, можно сопоставить минус и дворой. Дамокнутые петли, можно сопоставить просто плотностей взаимодействующих. Мы рассматривали в качестве примера диагнозную технику для двухчастичного взаимодействия электрона. Ну, это может быть просто полый кулон, может быть экранированное кулоновское взаимодействие. Ну, давайте рассмотрим другие варианты взаимодействия частиц. Давайте напишите пункт 4.2. Диаграммная техника при взаимодействии электронов с внешним полем. Диаграммная техника при взаимодействии электронов с внешним полем. То есть, давайте забудем про взаимодействие электронов друг с другом, считаем по каким-то причинам, но там не важно, но важно нам допустим учесть взаимодействие с внешним полем, которое неоднородно и в пространстве, и в ауэзии. Ну, тогда потенциал взаимодействия электронов с внешним полем в общем случае можно записать на поле просто потенциал взаимодействия, гаммитериал взаимодействия. Пишу в шагово-денгеродском представлении. Значит, рождение электрона в точке R то спина гамма-1 значит, потенциал взаимодействия, который в общем зависит от спиновых переменных, является функцией координаты или как-то меняется во времени. Ну, вот это я записал, потенциал взаимодействия, подчеркивающего, шагово-денгеродского представлений. Ну, например, взаимодействие с внешним полем магнитным, перебетным и в ауэзии, и, так сказать, зависящим от координаты, можно записать в таком виде. Взаимодействие с магнитным полем. минус магнитон-бора, спин электрона, спиновая матрица, вектор напряженности магнитного поля, который зависит и от координаты, от времени, ну, задается только внешне переграции. Вот это, значит, матрица плавает. Чтобы строить нам диаграммную технику, нам надо знать габельтониан взаимодействия, представление взаимодействия, потому что в этой матрице стоит габельтониан взаимодействия, представление взаимодействия. Что такое? Значит, надо сажать вот, между такими оплатками. Диаграммную технику, это габельтониан, не взаимодействующий электрона. Ну, вот, если мы такую процедуру породелаем, то этот же наш, самый габельтониан, но уже, в этой цепи взаимодействии, будет выглядеть так. х-интеррекшн, это и один. Давайте, значит, вот эти обкладки возьмем тридцать, это время диаграмм, так обозначим временем диаграмм, значит, х-интеррекшн, я вам не знаю, в х-интеррекшн и х-интеррекшн, я вам не знаю, это четвергмерная переменная. Значит, представление взаимодействия, диаграммитерианное взаимодействие с пульсом и пилисом, ну и теперь нам надо писать ряды для функции Грина, начиная с другого формул. разночастичная функция Грина, Грина, асбета и пилисом. При переходе в представление взаимодействия она записывается так, как среднее Т-произведение, операторы все диаграммы представления взаимодействия. И здесь появляется эсматривница. И еще я оставлю здесь индекс, связанный с рамой, потому что вообще-то здесь еще был средний эсматривницей знаменателе, но если, значит, так сказать, это член он уничтожает вклады, изображающиеся в виде несвязанных диаграмм числителя. Поэтому я пишу связанные диаграммы, где, значит, все точки внутренние должны быть как-то связаны с внешнением. Начинаю писать дальше S матривницей D'1 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 связанные диаграммы. Поехали. Теперь значит, писать возложение экспонента, чтобы длинный вверх получить. Длинный D'1 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 член разложения связанных. Плюс второй член разложения в это требование. Длинный Д'1 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 Д'2 Д'1 Ну и так далее. Закрываю угловые скобки сингл соединения. По основному состоянию пишу 1 плюс 7. И вот начинаю рассматривать последовательно все члены ну ясно что самый первый член связанный с единицей нам дает просто фунт шагрина D'0 альфа бета икс 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 то есть нулевую затоварочную функцию грена с которой мы никакого взаимодействия не учили. теперь поправка первого порядка так будет плюс так собираем минус единицы икс 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 D'0 произведение вот операция операция от внешних концов два операция икс 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 Так, дальше, так, ну ладно, давайте попробуем, так, этот член, одна вторая, минус i в кубе, два зимнелала, 4 зимнелала, так, теплоизведение, два оператора от внешних концов, 4 оператора гамма 2x2 плюс гамма 3x3, гамма 4x4, закрываю, ставлю индекс связанности диаграммы, ну, два потенциала взаимодействия. Теперь, вот внутри угловых скобок надо наметить пути связывания по оператору, попал на так, чтобы в результате получились связанные диаграммы с внешними концами. Вот если мы вот так замкнем, а эти между собой, это будут не связанные диаграммы, потому что тогда у нас, как бы, вот это будет отдельная линия, а эти между собой замкнутся кольцом, есть ли вроде кольца, и, значит, это у нас будет не связанная диаграмма. Значит, вот в этом случае единственный вариант, в случае связанной диаграммы, это вот это с этим переставлено. Значит, крещённый этот оператор, переставляемо раз, два, сзади его ставим. Значит, от четыреставленного у нас никакого дополнительного знака не будет. Каждая этой остановка даёт знак минус один. Поэтому, вот от этого четвертого произведения, от этого четвертого произведения даёт бубль равняться Т. Я переставил, пока знак не изменился. Так, вот такая вещь. Дальше, в следующем порядке надо взять группу из шести операторов. Ну, вот я условно напишу. Вот так. Шесть операторов. Если посмотреть варианты связывания, оказывается, здесь всего два варианта связанных диаграмм. Они подходят к следующему. В этом этаже. И. Кубе. Ж. Ж. Так. Давай опять его. Пишу. Пишу. Пишу побольше. Пишу. Ж. И set 0, Ge 0, Ge 0, Ge 0, Ge 0, Ge 0, Ge 0. Продолжение следует... Продолжение следует... В нем будет идти интегрирование по х1 и х2 и суммирование по повторяющимся индексам. Продолжение следует... Гамма-1 и гамма-3 тоже вот так взаимно переменим местами. И гамма-2 и гамма-4 взаимно переменим местами. А к чему это приведет? Это приведет, когда мы в такую заменную землю, вот этот член, вот от этого члена точности пойдет цикл. То есть заменим диктсом, он переведет. И к чему это еще дальше приведет? У нас получится два, и вот эта двойка сократит одно второе в продолжении. Если мы будем делать в следующем порядке... Он 3 факториал стоит перед... Гамма-1 и 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 гамма-1. В этом порядке будем компенсировать. Поэтому функция гамма-1 в виде ряда у нас... Ну пока забыли, что для первого двухчлена продолжения. Как это мы будем говорить? В координатном проспирации. Опять же. Гамма-1 и гамма-1 и гамма-1 и гамма-1. Нулевая функция гамма-1. В первую очередь. Попластка. Первого порядка. Попластка. Попластка. Второго порядка. Гамма-1 Попластка. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Ну и давайте вот этот наш обряд попробуем изобразить графически. Функцию глина мы изображаем с помощью стрелки. Нулевая функция глина у нас стрелочка. А вот полная функция глина давайте изображать в виде жирной стрелки. Это значит, что она g, а вето, х, х, 3. Дальше. Идет первый член. Идет второй член. Давайте вот этот потенциал взаимодействия символически изображать в виде крестика. Ну, кто-то может видеть не крестика, а квадратика. Кто-то может там звездочку развивать. Кто-то параграф. Как вам, стонтально? Хм. Вот так. Пошел. Значит, поправка первого порядка альфа и х. Вот этому крестику соответствует х1, га1, га1, га2 и х5. По полоскам второго порядка. Ну, значит, давайте на этой прямой линии теперь уже будем два крестика. Внешние точки альфа и х, конечно, и х3 и b. Промежутки координаты х1 и х2. Так, ну и два спиновых индексов в промежутке на каждом листе, га1 на 3, га1 на 4. Ну и по классу какого-то там, бог его знает, порядка будет ясно. Так, сколько крестов? Раз, два, три, четыре, пять. Это у меня поправка пятого порядка. Значит, при те же внешние точки альфа и х, и х4 и b, ну а на промежуточных точках ставим х1, х2, х3, так, х4, х5. Значит, по этим точкам у меня будет интегрирование в координатном пространстве. Ну и спиновый индексы. Около каждого крестика два спиновых индексов в порядке на старте. Тут до десяти. Мы где-то делаем. Вадим спином. Давайте делаем пирамидж. Вадим. Шестон оформление матчи. Вадим. Рая мечом. Продолжение следует. Продолжение следует. Женщ struggle.